Вы смотрите новости на телеканале Север в студии Ирина Цепетова. Утро четверга в Наринмаре началось с пожара. В диспетчерскую службу 112 поступил звонок о возгорании деревянного дома по улице Смедовича 7. На место происшествия прибыли пожарные расчеты первой пожарно-спасательной части. Тушить огонь нужно было немедленно. Рядом находится еще один деревянный дом, напротив частные гаражи. Что послужило причиной пожара в доме, который был расселен еще в 2015 году, будет выяснять пожарная инспекция. Звонок в единую диспетчерскую службу 112 поступил в 7.52. Уже через три минуты пожарные начали разворачивать рукава и тушить пламя. На момент прибытия пожарных подразделений уже горела кровля практически на половине площади. Две квартиры горело на втором этаже, одна квартира на первом. Открытое пламя уже выходило в окна. На месте происшествия работали 35 пожарных и спасателей, 7 единиц техники. По количеству привлекаемых сил и средств пожару присвоен второй номер из трех возможных. Деревянное строение имеет множество пустотных перегородок, где быстро и незаметно распространяется пламя. Осложняли работы и оштукатуренные стены. Они способствуют сильному задымлению, поэтому пожарные работали в противогазах. Работы нужно было провести максимально быстро. Рядом еще один деревянный дом. В первоначальный момент времени рядом стоящему зданию и сараю была угроза. Поэтому основные наши усилия были сосредоточены там. И уже когда мы там пламя открытое сбили, ликвидировали угрозу рядом стоящему зданию. Вода для тушения поступала с водозабора за универмагом. Также воду подвозила восьмитонная цистерна с печоры. Оперативное реагирование и достаточный запас воды позволили ликвидировать огонь уже спустя 50 минут. Во время пожара пострадала 16-летняя девушка. Она выпрыгнула из окна второго этажа, когда к дому подъезжала пожарная служба. В тяжелом состоянии бригада скорой помощи доставила ее в окружную больницу. Врачи диагностировали тяжелое состояние пациента. Она в тяжелом состоянии, в ожоговом шоке, в реанимации сейчас. Прогнозы строить трудно. Состояние, угрожающее жизни. По словам очевидцев, в здании находились еще два человека. После того, как дом признали аварийным и переселили последнего жильца в декабре 2015 года, он стал местом досуга для молодежи. Чтобы не допустить пожаров, городские службы заколачивали двери в подъезды. Также поступали и владельцы частных гаражей, что стоят напротив дома. Утром пришел сосед, дверь в подъезд была вырвана. Он ее заколотил. Они находились там, оказывается, трое. Девушку, говорят, увезли, а эти двое убежали. Черт их знает, не знаем. Не знаем кто. Но милиция отсюда вывозила по звонкам постоянно. Мы же звоним. Раз в неделю, два раза в неделю. Я говорю, городские власти реагировали заколачивать. Но дальше-то что. Теперь на месте пожара будут работать дознаватели. Им предстоит выяснить все детали произошедшего. В настоящий момент по данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка. Собираются все сведения об обстоятельствах произошедшего пожара. Устанавливаются причины произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Мэрия Наринмара планировала эти два дома номер 7 и 9 отреставрировать. Улица Смедовича считается исторической и деловой частью города. А её двухэтажные деревянные дома, возведённые в середине 20 века, стали символом города на Печоре. На прошедшем отчёте мэра перед собранием депутатов Олег Белак рассказал, что программа и смета реконструкции готова. В моей инициативе было проведено новое обследование одного из домов, который там напротив ресторана Север, чтобы эти два дома у нас уже смета на их реставрацию. После пожара дальнейшая судьба дома под вопросом. Межведомственная комиссия проведёт обследование строения, затем будет принято окончательное решение. Между тем, в городе остаётся ещё много расселённых домов, подлежащих сносу. На сессии собрания депутатов 22 июня округ выделил городу 7 миллионов 100 тысяч рублей на снос 13 домов. Всего в списке объектов, подлежащих сносу, сегодня числится 76 многоквартирных домов. Сегодня идёт демонтаж дома номер 12 по улице Пырерка. В ближайшее время снесут ещё два объекта по адресам Евтысова 1 и Строительная 9. В планах также находится снос домов номер 40 и 38А по улице Вучейского.